Сегодня предлагаю испечь хлеб Кишиневский по ГОСТу от 1988 года. Для этого хлеба нам понадобится мука, дрожжи и соль. Хлеб готовится из 30% муки первого сорта, 70% муки второго сорта, 1% дрожжей и 1,5% соли. Я испеку этот хлеб на закваске, но в описании дам оригинальную рецептуру на опаре. Тесто готовят любыми способами, кроме безопарного, но предпочтительным является опарный или на жидкой опаре. Вместо жидкой опары я сделаю жидкую закваску. Следует иметь в виду, что хлеб, испеченный на закваске, всегда будет иметь более неравномерную пористость, как если бы он был испечен на дрожжа. Для замеса теста возьмем готовую закваску или опару. Закваску можно поставить либо с вечером, с небольшим количеством стартера, либо в тот же день, с более большим процентным содержанием стартера, который, однако, должен быть уже у вас освежен. Добавляем все остальные ингредиенты для замеса теста и замешиваем тесто на средней скорости до развития клейковины. Вымешанное тесто оставляем при температуре 28-30 градусов Цельсия на 40-90 минут, согласно ГОСТу. Я оставляла на 90 минут. Выброженное тесто выкладываем на смоченный водой стол. Желательно не использовать муку или использовать ее в немаймальных количествах для того, чтобы избежать образования непромесов. Формируем заготовку и выкладываем ее в смазанную растительным маслом форму L7 или L6. Согласно ГОСТу, хлеб Кишиневский может выпекаться как формовым, так и подовым. Подовым он может иметь как круглую форму диаметром 20-23 см, так и продолговато-овальную длиной 32-36 см и шириной 12-16 см. Продолжительность растойки 40-50 минут. Выпечка при 250 градусах с паром первые 10-15 минут, а затем без пара при 220 градусах Цельсия. Продолжительность выпечки подового хлеба составляет 40-45 минут, а формового 50-55 минут. При желании при выемке из печи можно обрызгать поверхность водой для придания глянца. Хлеб имеет выраженный хлебный дух и аромат за счет того, что 70% составляет мука пшеничная второго сорта. Она придаёт более интенсивный вкус и глубину этому хлебу. Если вам понравилось это видео, вы нашли его полезным, я буду признательна и благодарна, если вы поставите лайк, подпишитесь на мой канал, а может быть, разместите ссылку на этот эфир в своих социальных сетях. Будьте на здоровье! Субтитры подогнал «Симон»!